Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в очередном уроке. Мы продолжаем с вами изучать Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке я хочу с вами поговорить о якорях, якорном меню. В общем, смотрите, мы с вами изначально делали меню, как другие страницы. Мы позже рассмотрим их, наполним, как в сайте примере. Но в этом уроке я хочу вам показать якорное меню. Смотрите, мы переходим в режим редактирования нашего сайта. Если мы хотим именно наше меню назначить якорями для прокрутки до нужного блока, то мы заходим по карандашку в наше меню, опции, вместо классик меняем OnPage. И у нас меню в реальном времени, вы видите, меняется на уже заготовленное меню на английском языке. Если тут много пунктов, у вас, например, меньше, какой-то лишний здесь, ставите галочку и нажимаете на корзинку. И нажимаете Apple для подтверждения, удаляется пункт меню. Если поменять нужно на русский язык, ставите галочку, нажимаем на карандашик и меняем, например, на главное. Дальше, Alias мы не трогаем. И вот ниже кнопка Select мы кликаем. Это как раз-таки назначение якоря, куда прокрутить до нужного места по клику. Вместо мышки мы увидим плюсик, за ползунок прокручиваем сайт и выбираем место, куда нам нужно прокрутить страницу по клику. Например, вот сюда. Один раз левой кнопкой мыши я кликаю по сайту прямо. И для подтверждения нажимаю Save. Давайте пройдем на сайт, обновимся и проверим. Я нажимаю главное и сайт прокручивается. Есть одно но. У нас автоматически после смены меню шапка сайта становится фиксированной. То есть, если изначально вам это не нужно, то я пока разбираюсь, должно ли так быть. Потому что, смотрите, если мы зайдем в глобальные настройки, вы помните, мы с вами делали вот здесь вот layout, путь, абсолют. А сейчас, видите, автоматически сменилось на fixed, и я не могу сменить это на абсолют. Я полагаю, что так здесь устроено. Но я уточню этот нюанс. Но если у вас изначально меню зафиксировано, то для вас это не будет проблемой. И таким же образом вы сможете назначить другие якоря, также их переименовать. Если нужно добавить еще пункт меню, то нажимаем на плюсик, и то же самое пишем заголовок title, альянс, ставим решеточку, select, назначаем якорь. Все просто. Если вариант не устраивает, хотите вернуть ваше меню назад, здесь выбираем classic. В сплощем окне выбираем наше меню main menu, и наше меню возвращается в освоясь. Меню возвращается, давайте проверим на сайте. И вот наш пункт главный. Да, если мы меню возвратили назад, не забудьте поменять в глобальных настройках настройки абсолют. Потому что у нас фиксированное меню получается вместе с социальными элементами. То есть мы заходим в глобальные настройки, и теперь у нас опция, видите, она активна. Мы можем выбрать здесь другую вариацию. У нас был абсолют. Save. Это не все варианты. Здесь есть еще варианты, как мы можем прокрутить страницу. Давайте добавим плагин. Рассмотрим новый плагин. Напоминаю, что плагин этот... Вот он, кстати, находится здесь. Я его сюда уже добавил. Если вы используете некоммерческую версию этого компонента Gridbox, вы не сможете добавить здесь никаких плагинов. Компонент стоит 39 долларов. Подписка на год. Если хотите приобрести, сможете приобрести с 50% скидкой через мой промо-код. Смотрите, я плагин уже добавил, я на него нажимаю, и добавляется вот такая стрелочка. Вы видите, да? Также эту стрелку там можно как-то переместить или где-то внизу ее создать. Например, это тоже кнопка для прокручивания вниз. Заходим в настройки, заходим в опции, select. И также появляется у нас плюсик. Мы назначаем, куда нам прокрутиться до места на сайте. Например, сюда. Назначил. Значит, смотрите, скроллинг, speed, ms. Это в миллисекундах. Вот именно скорость прокрутки сайта. Если вы здесь поставите 10, например, вместо 600, то сайт прокрутится мгновенно, без эффекта прокрутки. Дальше анимация. Можно выбрать анимацию, разновидность анимации, именно как прокрутить до нужного блока. Дальше лейбл. Смотрите, вы сможете что-то написать, и вместе со стрелочкой появляется тут текст. Select icon. Здесь можно добавить иконочку, точнее поменять иконочку вместо стрелочки на какую-то другую. И айкон позиция. Можно здесь менять, но в данном случае изменений я не вижу. Дальше, смотрите, style, соответственно, где отображаете лево, центр, правую иконочку. Назначить шрифт. Это если у нас есть какой-то текст вместе с иконочкой. Соответственно, цвет, заливка. Данные иконочки меняются здесь, вы это видите. И color белый. Это внутри элемент, видите? Вот он белый, вот он черный. Соответственно, размер самой иконочки. Ну, вот здесь вот этот эффект и не работает, потому что у нас тут нет текста. Дальше border. Это рамочка. Размер рамочки, цвет рамочки. Вот я делаю белый, да? Толщина рамочки. Hover. То есть при наведении на эту иконочку. Видите, она у нас какая-то оранжевая. То есть color белый. Это цвет элемента в середине. Background. Это заливка. Кнопочки. Теперь она фиолетовая. Ну и border. Это рамка. Оставим также белый. При наведении. Дальше padding. Это отступы. Внутренние. Вы видите, что происходит с кнопочкой. Ее просто кошмарит. Дальше margin. Это, ну вы уже знаете, это внешний отступ. И еще я хочу рассмотреть кнопку. Одну плагин. Это кнопка наверх. То есть смотрите, когда человек прокручивает сайт в самый низ. Практически сейчас на каждом шаблоне есть такая кнопочка внизу. На нее кликаем и сайт прокручивается наверх. Это очень удобно. Особенно если сайт длинный. Здесь есть такой плагин в gridbox. Для этого мы прокручиваем в режиме редактирования наш сайт в самый низ. Мы нажимаем на наш контейнер плюс. И нам нужно добавить этот плагин в нашу библиотеку плагинов. Нажимаю upload plugins. Кнопка называется scroll to top. То есть прокрутить наверх. Выбираю. Авторизуюсь на сайте разработчика. Submit. И появляется плагин здесь. Выбираю его. Вот эта кнопочка у нас появилась сбоку. И давайте ее настроим. Нажимаю на карандаш. Опции. Вот это. Это у нас смещение. Сейчас посмотрим за что она отвечает. Scrolling speed. Ну это тоже самое. Это скорость. Прокрутки страницы. Анимацию. То есть анимация прокрутки. И select icon. Также можем заменить иконку на другую. Значит смотрим дальше настроечки. Дальше style. Ну так же кнопку можно сделать слева по центру. И справа. Цвет. В принципе можно сделать посветлее. Чтобы ее видно было. Дальше color. Это цвет самой иконки на нашей подложке. Она белая. В принципе оставляем ее такой. Далее font size в пикселях. Смотрите это увеличивается кнопочка. Дальше border. Это рамка. Радиус. То есть скругленные углы у рамки. Цвет рамки. И толщина рамки вот здесь. Я это пропускаю. Hover. То же самое при наведении на кнопку. В какой меняться ей цвет. Background заливка кнопки. Color. Вот этот цвет белый. Это у нас при наведении. Сама иконочка. Стрелочка. Какой ей быть. Border color. Это рамка. То есть цвет рамки. При наведении также. Padding. Ну это все понятно уже. Вам должно это все быть знакомо. Внутренние отступы. И кнопка Custom KSS. Вот все настройки данной кнопки. Давайте сохранимся. И посмотрим как она выглядит. И как она работает. Значит. Я. Обновляю сайт. Здесь нам мешает кнопка редактирования. Эта кнопка редактирования. Вот эта вот. Внизу. Она у нас появляется только тогда. Когда мы с вами авторизованы. Как администратор на сайте. То есть в этом же браузере. В другой вкладке. Вот я тут авторизован. Я вам сейчас записываю урок. То есть. У пользователей. У всех кто зайдет на ваш лендинг. Они не увидят вот эту кнопку Edit Page. Но нам из-за нее не видно нашей кнопки. Да. Поэтому я. Помещу пока ее. Справа. Точнее слева. Save. Чтобы мы могли ее разглядеть. Давайте посмотрим. Обновляю страницу. Ее сначала не видно. Смотрим влево. Нижний угол. Смотрите. Она в красивом таком. Анимационном эффекте появляется. И присутствует потом уже до конца страницы. Я на нее кликаю. Страница прокручивается наверх. И она исчезает. Очень красиво. Кстати. Вот эта опция. Чтобы вы лучше понимали. За что она отвечает. Это когда появляются кнопки. При прокрутке страницы. Если стоит по умолчанию 50. То она появляется практически сразу. Когда человек скролит страницу. Если мы выставим. Например. 1000. Сохранимся. Обновлю страницу. Смотрите. Я прокручиваю. Кнопки нет. 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 И вот только сейчас она появляется. То есть здесь уже смотрите. Когда вы хотите. Чтобы эта кнопка появлялась. На этом я заканчиваю урок. Надеюсь для вас он был полезным. Если вам он понравился. Ставьте пожалуйста пальчик вверх. Если нет. Пальчик вниз. Обязательно подписывайтесь на канал. Чтобы не пропустить новые выпуски. И завтра в обязательном порядке. Ждите новый урок. По GRIDBOX. До новых встреч друзья. Если вы уже стерли пальцы. В поисках хорошего. Качественного хостинга. Для вашего лендинга. На Adobe News. Или сайта на Joomla. Не важно. То сейчас я вас хочу познакомить. С замечательным хостингом. Под названием Хостик. Сам пользуюсь данным хостингом. Уже много месяцев. И очень доволен. Главное примечание хостинга. Тестовый период. 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй. Очень важный момент. Возврат денег в течение 45 дней. Если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн поддержка. На высоте. Перейдя на хостинг. Вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены. Мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция. 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Редактор субтитров А.Семкин